Друзья, всем привет! Значит, короткие видео про такой узел ТНВД Делфи, как Вентури. Я, допустим, разобрался, почему в предыдущем ролике у нас подшипник рассыпался, и стружка у нас оказалась там внизу, она оседает под подкачкой. Вот здесь вот стоит у нас большой подшипник вот здесь, на валу. Вот, он нас рассыпался. Вентури у нас стоит вот здесь, вот так вот. Образно говоря, этот НВД отреножки 1.5 ДЦИ, вот от него гидроголова со стружкой. Значит, почему показываю со стружкой, я объясню почему. Значит, у нас, когда подкачка начинает гнать стружку, часть, часть солярки, которая находится за, ну, во внутреннем пространстве ТНВД, она протекает, вот видите, вот возвращается через Вентури на разрежение, вот. И выходит часть солярки через пластиковую трубку в бак. Это у нас с форсунок заливается сюда. Но на разрежении, из-за того, что давление здесь у нас выше, чем здесь, оно на разрежении возвращается тоже в бак с форсунок. Это от Мондео у нас, да? Ну, они, в принципе, похожи. Тут у нас вот это Мондео, а вот без этого вот, без этой части. Это у нас реношка. У нас в Вентури забилось. Вот видите, вот тут дырочка есть, видите, вот светится. И вот эта вот часть, которая вот входит вот сюда, вот. Вот, вот так вот, видите. Вот так вот сюда, раз. Тут у нас, соответственно, вот такая вот шайбочка резиновая. И мы вставляем ее сюда. У нас, из-за того, что внутреннее пространство, во внутреннем пространстве была стружка от подкачки, вот видите, на гидроголове, гидроголов у нас вот здесь стоит, стружка при возврате из насоса, видите, вот, вихрем возвращается через Вентури. Она забила вот эту маленькую дырочку, которая здесь, видите, вот, вот эту дырочку забила. И мы должны себе усвоить, что соляра, которая протекает по, можно сказать, по рубашке насоса, вот здесь. Это возвращает у нас идет на гидроголову, вот, на клапана, на секции. А часть соляра возвращается в бак, то есть от подкачки. Идет снизу через кожух, возвращается сюда, подается, подкачанная уже под давлением 4 бара на гидроголову. Гидроголова создаёт нужное давление, и наша машина образно греет. Но, что происходит здесь? Когда струженция появляется, она завихряется здесь, видите, вот, остаётся на гидроголове часть, и выпадает в Вентури, и забивает вот эту дырочку, вот эту вот. И насос на что? Он перестаёт остывать от топлива. Потому что топливо у нас, оно служит как охлаждающей жидкостью, грубо говоря, для насоса. Из-за этого подшипник тот рассыпался. Я предполагаю так. Почему? Потому что я встречал много раз на стене, когда мы проверяем насос, например, допустим. Там есть, я показывал там на тест-планах, то есть есть сливы в обратку ТНВД. Когда они низкие, ниже той нормы, которая там есть, насос может перегреваться. Ну, либо потеря мощности, или, допустим, у нас подача на рейку от гидроголовы, то есть через вот этот выход вот, 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 где поделаем клопачком, ниже, чем нужно. То есть наша машина будет недоедать. Может проваливаться в аварию, там, писать низкое давление в рейке и так далее. То есть, в данном случае, то есть стружка, которая, от которой подкачка забила вот эту вот дырочку, вот эту вот в винтуре. И проходимость солярки стала маленькая. Вот. И из-за этого у нас насос начал перегреваться. Вот такая вот история, то есть, по разрушению подшипника. Очень важно, когда вы перемываете все свои, то есть, бебихи, то есть вещи, вот, с ЦНВД, мы должны все промывать, чтобы вот такая вот была тут, вот так вот светящаяся такая вот, видите, дырочка такая вот. И тут, и, соответственно, вот тут. Ну, за это я тоже молчу, потому что тут тоже нужно промывать все тщательно. То есть, и резиночку, соответственно, тоже новую нужно ставить. Из-за этого ваш насос будет служить. Если это тоже влияет на то, что насос... То есть, ругаться будет по-любому на датчик на рейке. Вот. Будет писать высокое давление. Вот. И насос будет разрушаться, потому что охлаждение он не будет иметь. В принципе, вот такая вот элементарщина. Но очень важно. Из-за винтуре забитого, из-за того, что стружка забила винтуре, у нас насос пришел в негодность. Вот такая вот простая история. Так что обратите внимание при переборке, при ремонте насоса, что винтуре у нас должно быть в идеальном состоянии. Все. Всем добра. Палец вверх. Разум да прямое.